Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Что-то не складывается у меня на второй работе, конечно, и моя в этом вина немалая, и начальник неплохой вроде бы, но вот что-то не заладилось. Скажите, пожалуйста, стоит ли надержаться за неё или уже подыскивать другую по совместительству? Ну, ответить на вопрос, что вам делать, пожалуй, не представляется возможным. Ну, не занимаются психологи тем, чтобы говорить человеку, как ему поступать. Вот. Вы говорите о своей вине. Вы говорите о своей вине, и вот эта вот вина, вот эта вина, о которой вы говорите, на мой взгляд, довольно интересна. То есть, что это за вина? Получается, что начальник у вас неплохой, но вы виноваты. Конечно, от того, что вы будете себя винить, ничего хорошего не случится. Ни с вами, ни с вашей работой, нигде, нигде. Но, на мой взгляд, ситуация может измениться, если вы вину переформулируете в ответственность. Что и для чего я делаю, чтобы образовалось вот это вот чувство вины. Как я вношу свой вклад в то, чтобы у меня не заладилось с работы. Ну, незамужно оно по себе не заладилось. Правильно? Есть какие-то для этого основания, есть какие-то для этого факторы. Вот, что это за факторы, и нужно посмотреть. Какие это факторы? Нужно смотреть. Какой вы вносите вклад в то, чтобы это происходило, нужно смотреть. И всё. Вне зависимости от того, что вы решите делать со своей работой, вне зависимости от того, как вы решите действовать дальше, всё равно, на мой взгляд, лучше понимать и отдавать себя счёт в том, что вы делаете и к чему это приводит. Сейчас, понятное дело, ничего такого нет. Вот такая история. Вы себя виноватите от того, что вы себя виноватите, вам, конечно же, плохо. Естественно, если человек хочет уйти от вины, это нормально. Спастись от вины очень часто помогает именно избегание. Такая вот супер-пупер-эффективная, в кавычках, штука, которая позволяет уйти из чувства вины, или из места, которое чувство вины вызывает, или из ситуации, которое чувство вины генерирует. Вне зависимости от этого, вне зависимости от этого, чувство вины отравляет. И чтобы его не было, как раз-таки нужно в этом разбираться. Вы же здесь пишете так, как будто что-то происходит само по себе вне зависимости от вашего желания. А это не так. На этом все. Я надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok